Опровержение. Сотрудники ООО «Экополис» продолжат работать в МБУ «Зелёный город». Уважаемые Каспичане, в сети Инстаграм появилась информация о единовременном прекращении рабочих отношений с сотрудниками ООО «Экополис». Да, действительно, компания прекращает трудовые отношения с уборщицами в связи с прекращением своей деятельности по уборке города. Но ни один сотрудник ООО «Экополис» не остаётся без работы. Весь штат рабочих, занимавшийся уборкой города, перешёл в МБУ «Зелёный город» и с завтрашнего дня выходят на рабочие места. Всех женщин поздравляю с сегодняшним праздником, 8 марта. Всем здоровья, удачи. Во нашей сейчас ситуации, везде сейчас в Инстаграм везде ходят слухи, что дворовые уборщицы будут сокращены, не будут работать. Всё это ложная информация. Все, кто работали, и дворовые, и уличные, будут полностью привлечены к работе, будут работать. После праздников была команда, чтобы все вышли на работы, убирали дворы, улицы. Никого не собираемся не ущемлять, никого не собираемся увольнять. Все будут люди работать. Наоборот, мы хотим даже со временем увеличить и уличные, и дворовых уборщиц. Муниципальное бюджетное учреждение «Зелёный город» начинает свою деятельность по уборке автомобильных дорог, дворовых и общественных территорий, озеленению и благоустройству города Касписка. Все эти дни в городской администрации решались организационно-плановые вопросы. Разрабатывалось муниципальное задание для поддержания чистоты и процветания города. Любая информация о том, что уборщиц городских улиц Касписка оставили без работы, является ложной и не соответствует действительности. Мы сегодня подбор делаем. У нас вышли сегодня уборщицы только дежурные, а так выходные у нас. А так после праздника и дворы будут, никто никого не сократили, все мы будем работать. Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за распространение недостоверной информации. В статье 13.15 Кодекса административных правонарушений устанавливает для граждан и юридических лиц наказание за злоупотребление свободой массовой информации, а также предусматривает ответственность организации в виде штрафа до 3 млн. рублей за распространение недостоверной информации и до 5 млн. рублей в случае наступления опасных последствий.